привет я думаю у всех уже весеннее настроение ощущается в полной мере и давайте нарисуем с вами цветы весенние яркие не знаю как у вас самые любимые цветы тюльпана сейчас это очень актуально как раз сезон да особенно после 8 марта их очень много вот мы их нарисуем пастелью с вами для этого нам потребуется любая бумага плотненькая для пастели может быть тонированная то есть имеющая уже какой-то цвет может быть обычная белая пастель у меня сухая вы можете брать масляную пастель на ваше усмотрение я уже отложила некоторые цвета себе чтоб потом вот вас не путать я вам перечислю только некоторые из них какой-нибудь теплый яркий желтый оттенки зеленого который у вас есть поярче потемнее разные я не буду называть конкретные цвета потому что разные палетки пастели имеют разные оттенки потом вы смотрите какие у вас есть наличие ничего страшно если вы не попадете вот точно в мой цвет но будут другие оттенки берете все самые яркие розовые если вы хотите розовый тюльпан я хочу розовый тюльпан нарисовать может быть желтые будете рисовать или фиолетовые тюльпаны имеют разную окраску и так розовые какие-нибудь оранжевые несколько несколько фиолетовых вот таких оттенков обязательно белый и черный цвет естественно и приступаем к нашему рисунку для начала нам нужно конечно разметить как у нас будет находиться наш букет на листе возьмем сразу розовый и примерно набросаем вот снизу хочу делать не симметрично симметрично наверное вот слишком скучно а мы вот так вот чуть-чуть сместим наш рисунок здесь внизу будет вот такая красивая это ваза не то коробочка вот здесь будет находиться может быть даже повыше вот так а из нее уже будут огромные такие сочные большие головки тюльпанов выглядывать в произвольном порядке просто помните о асимметрии чтобы был один маленький один крупный один вот такой не раскрывшийся 2 побольше и раскрывшийся общей массы набрасывайте цветков здесь пусть один торчит вот так у вас один каким но опять же вы будете это все править в процессе рисования вот один такой совсем какой-то вот здесь такая крупная у него будет головка бутончик это вообще от на вылет может уйти на то вот здесь торчит но их будут листики еще перекрывать с этим и сейчас разберемся так смотрим я специально взяла темный лист потому что так будет проще не наносить например темные цвета можно начать сразу же даже с тюльпанов давайте порисуем пока самые темные стороны этих тюльпанов эти я уже набросала тюльпан помним он имеет его конусообразную форму кверху чуть-чуть сужается хотя у него такой достаточно тупой пятачок не очень острый хотя разные формы лично я буду такую рисовать а книзу немножко расширяется и имеет крупные вот такие лепестки вот как ладошки примерно они друг на друга наслаиваются но общая форма у них вот такой вот плотненький конус так и рисуем на них распространяются обычные обычные правила объема значит одна сторона будет чуть темнее чуть светлее на которую будет свет падать ведь я беру что-то потемнее такой розовый и так как у меня подложка черной бумаги если я буду достаточно не жирно наносить свою пастельку видите сразу пальчиком размазываю то у меня будет темный цвет потому что черный про проявляется под моим розовым у меня уже фактически получается темный цвет здесь чуть-чуть ведь я вот так вот в общем все тюльпанчик чуть-чуть пройдусь цветом чтобы как-то уже с ними определиться не очень густо не очень много можно не не остро брать вот не как ручку острием а более плотной стороной мазать тогда вас смотрите если будем брать острым краем рисовать пастелью остаются такие линии их сложно растушевать а если положим вот почти лежа то растушевывать проще потому что нету четкой линии все тюльпанчики в общем проходим все вот так по одной стороне посередке каким-то цветом данном случае розово чтобы уже во первых начать картину не прорисовывая подробно именно один тюльпанчик автора чтобы уже было понятно общие цветовые массы это общие стороны вот так немножко закрасила здесь оставляя одну сторону в котором не будет например посветлее цвет пока не нужно никаких четких форм ведь у меня даже иногда пятна выходят друг за друга четкую форму тюльпана я пока не соблюдаю и сдуваем не нужны нам крошки сдуваем тут же уже вносим сразу живописность сразу другого цвета добавляем не можем у тюльпа нарисовать одним единственным розовым цветом здесь мало буду я беру разные розовые цвета чтобы были разные оттенки этого тюльпа на по разным сторонам его наношу справа нанесла этот цвет слева вот этот нанесла нибудь снизу тоже можно его чтобы присутствовал наших тюльпанах несколько оттенков одного цвета и сдуваю не так вот не стряхиваю крошки потому что они размажутся как любой порошок который вы прижимаете к бумаге сдувая их что дальше берем берем еще что-нибудь потемнее ведь уже такой покраснее цвет чуть-чуть сюда сюда его вносим прям посветлее цвет можно уже вот с чего-то светлого начать например например вот можно потихоньку уже вот так вот разбираться с лепестками ведь я линию про провела это якобы у нас тут лепесток пойдет и вот особенность снизу тюльпанами такую характерную особенность очень часто они достаточно светлые снизу и так переходят аж в зеленую или белую такую как будто попку да вот давайте так назовем это снизу них попка толстенькая и основе белее 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 иногда даже в зеленый может корешок этот третий черенок здесь вот так вот эти кругляшок сделала и снизу я светлым выделяю ему как будто бы отдельный лепесток и снизу подчеркиваю вот этот вот свет светленький сдуло ведь уже что-то потихоньку тут вырисовывать смотрите можно так вот сверху раз одной линии не растушевывать ее а сделать вид что там был лепесток и вот здесь еще один уже кажется вот что там несколько этих лепестков так здесь вот здесь пусть это будет более раскрытый тюльпанчик значит у него вот снизу конечно же тоже белесость присутствует вот тут вот такой лепесток иногда немножко знаете не аккуратно там разорван всякие же цветы в природе бывают эту попку делаю светлый тут торчит еще один лепесток потому что он немножко раскрылся как любой живописи видите мы потихоньку слой за слоем создаем форм мы не вырисовываем один тюльпан идеально до миллиметра до каждой маленькой его какой-то такой прожилочки а мы потихоньку потихоньку создаем ему объем детали потому что пастель этот хоть и графика так это сухой материал и такой контрастный но мы еще и живопись это называем пастель можно как четко рисовать все вплоть до мили малейших деталей так и вот такие живописные переходы нежнейшие создавать именно пастель вот не забывайте пользоваться этим не пытайтесь рисовать ее как цветными карандашами маркерами вы вам сказать вы не используете по полной все возможности пастель а ведь можно именно вот такими нежными полутонами все нюансы передать вашего цветка продолжаем продолжаем главное чтобы не все были одинаковые тут этот лепесточек чтобы они хоть как-то отличались друг от друга ваши тюльпанчики не у всех будет видно попка может быть правда здесь высветляем эту сторону нам пошел лепесточек на так что здесь хочется давайте беленьким пока поработаем беленьким от не значит а будет окончательно наш цвет потому что в ходе работы он немножко затрется не будет таким контрастным нужно будет его еще добавлять как я вам говорила вот этот низ попку тюльпанчика мы вот делаем такой белесенькой и сразу сразу вот так выделяем как же там шел ваш лепесточек допустим вот цвет сюда упал здесь мы побольше белого добавим они же так бликуют такие масляные толстые красивые лепесточки значит они будут бликовать и значит на них вот вот такой вот явный свет падать значит мы можем явным белым это поработать как я вам говорила попку такая прожилочка очень часто видна на больших лепесточках здесь тоже бликует выделяем лепесток белым я взяв в руки какой-то цвет я стараюсь им везде пройтись поработать чтобы туда-сюда не перекладывать рисовать тут белый черный розовый потом другой переходить опять менять руки я стараюсь по максимуму пройтись этим цветом везде где он нужен не значит что я больше не вернусь к нему но вот где я сейчас на данный момент вижу он нужен я там прохожусь делаю намеки вот такие на еще какие-то лепесточки внутри вот здесь чем помню и попку и прожилочку делаем по краю делаю такие акцентики и размазываю их тут же еще такой акцент на лепесток будет тоже размазала вот здесь все закрытые тюльпаны они посветлее должны быть чем открытые они более зеленоватые более белесые хотя у них тоже присутствует цвет вот того цветка которым они станут но они чуть-чуть побелее чем все остальные стороны помню делаем этот блик красивый вот такой неравномерный здесь я намекну что вот этот лепесток здесь он пошел у меня здесь бликует лепесточек прожилочка прожилочка этот посредине как у листика наде как скелетик идет белая полоска посредине тут же пальцем размазываю и сдуваю все ненужное мне пока делаем светлые части потом будем делать темное потому что все делаем сравнение все время давайте возьмем черный черный цвет и вот здесь между светлыми лепесточками и вот туда куда они уходят в тень чуть-чуть вот темненького добавим чтобы появилась такой объемчик тень появился но немного стараемся так буквально одной линии потому что иначе мы зачерним цветы чуть-чуть выделяем вот таким контрастиком вот знаете как уже сразу он контрастнее стал вот здесь особенно вот вокруг самых наших передних лепесточка ведь он впереди у меня нужно его будет выделить и вот туда внутрь чтобы создался объем что там еще есть некоторые лепесточки которые будут раскрываться здесь я выделяю передний лепесток от остальных здесь вот тут я выбираю где у меня будет лепестка ведь я вот так намеком намеком делаю ведь вот у меня светлый лепесток передний как я его называю потому что он впереди я затемняю то что между ним и цветочком сюда себе можно чуть-чуть какую-то сторону затемнить чтобы он не был такой светлый правда ниже там вдалеке вот это задние наши цветки вот тут передний план там задний план их можно чуть-чуть утемнить мы над этим еще поработаем везде по чуть-чуть добавили вот этого черненького цвета и остановились опять смотрим чего еще нужно может розового нам нужно правда добавить еще так вот добавляем уже какой-то розовый сюда где опять его не хватает не хватило может там дополнительных лепесточков вот таких вытянутым чтобы форма была похожа на капельку чтобы это стал тюльпанчиком у нас вот здесь видите я слишком выберила он же должен быть розовым для кончики оставляю вот белыми а серединку его делаю розовым вот здесь как-то мне не очень нравится не слишком высокие передние лепестки должны после не быть другие это нужно тюльпан больше похоже и еще раз поработаем над форма ведь он у меня какой-то более овальные нужно чтобы него расширялась к низу эта часть вот тогда похож на на тюльпанчик больше вот посмотрите что все ваши тюльпаны расширялись побольше к низу зависит конечно от сорта тюльпанов но мы уже хотим чтобы наши тюльпаны были узнаваемыми давить поэтому стараемся делать такую классическую форму можно за еще красный какой-то цвет тут вы вольны выборе любых цветов мне хочется добавить еще чего такого пикантного немного но для для цвета какой-то глубокий красный вот хочется вот сюда внутрь добавить чтобы тюльпаны не были только такими розовыми пусть них еще какой-то цвет присутствует сюда и добавляю куда еще отсюда на темную сторону этого тюльпана прожилочку здесь делаю как раз такой красненькой здесь не бойтесь делать полосочки на тюльпанах разделяя лепесточки или прожилочки на вот это вот тюльпанчик и который бутончиком его можно взять чуть более оранжевым к примеру подбавить либо желтого либо оранжевого цвета можно даже к низу вот желтенького добавить и в зеленую уйти такую зеленцу потому что он бутончик а значит он туда потихоньку становится более зеленым он уже еще не распустилась как зеленая ягодка еще не готов еще один нарисовать как там если хочется мы подумаем давайте пока листики порисуем возьмем зеленый цвет зеленый цвет и начнем с чего-то такого светлого давайте еще позеленее вот самый светлый зеленый возьмем нарисуем вот такие смотрели яркие красивые листы думаем куда вот давайте перекроем этот тюльпан нарисуем здесь такой листик вот сюда не бойтесь заступать на тюльпаны ничего страшного так натуральные будет не можем не могут же тюльпаны быть откровенного так отдельно стоять нигде не перекрываясь листиками где-то попадут листики на них вот здесь еще один такие длинные длинные продолговатые листики строконечной формы здесь чуть-чуть вот так вот чем-то светлым проходимся может быть сюда чуть-чуть а вокруг тюльпанов мы стараемся чтобы были листики потемнее берем потемнее уже зеленый и вроде бы зеленым но я уже затемняю чтобы на фоне темно ярким смотрелись тюльпаны тем темным и выделяем наши листья для этого везла темно-черную бумагу чтобы контрастнее выглядели тюльпаны если вы рисуете на темной бумаге рисуйте светлые тюльпаны рисуете на светлой бумаге вы либо затемняете фон либо рисуете темные тюльпаны это главное правило вы должны определиться что у вас светлее что у вас темнее фон или ваши цветы Вот здесь чуть-чуть там мазнули, как будто бы там листики видны. Тут тоже не важно, тут не пытайтесь идеально прорисовать все листики, они нас не интересуют, как они там будут выглядеть. Это уже такие детали, которые не должны нас отвлекать от главного. Я чуть-чуть вот так вот вуалирую свои листики, как будто бы они там есть, но не придаю им особого значения, чтобы они не перекрыли. Главное тюльпаны. Возьмем даже белый цвет, можно вот по зеленому этому для яркости белым пройтись, кое-где вот прям выделить вот так. Вот здесь, чтобы не получается. Острый листик, вот теперь уже острый. А может вы много там, не хочу, чтобы он так высоко поднимался, возьму черный. Смотрите, как удобно по черной бумаге рисовать. Вот взяла и раз, как ластиком вытерла себе этот лист. Так, берем опять зеленый, думаем где-где-где. Ну главное, чтобы тут была не пустота, а вроде что-то там присутствовало. Можно черным даже кое-где вот пройтись, хоть и черным по черному ничего страшного, пусть вас это не смущает. Черным тоже по черному можно рисовать, чтобы не было пустоты. Вот так вокруг тюльпанчиков можно что-то выделить. Здесь вокруг этого бутончика нашего и вокруг главного нашего цветка. Самым черным делаем. Вот здесь непонятно, как этот тюльпан, да, ведь уходит вот туда. Ему нужна ножка. Берем зеленый и делаем ему ножку. Ну вот делаем такой ненавязчивый, вроде она есть, но чтобы она не была светлая, не вырывалась вперед. Иначе она будет ярче, чем вот этот наш ближайший тюльпан. Вот тут обязательно ножка должна быть у тюльпанчика. Мы вот так ее сделаем. Возьмем желтый и желтеньким еще проведем. Возьмем белый, она же как-то там вот из тюльпана начинается. Значит, из белого должна переходить. Вот. Ножка была, а в груди нету. То же самое. Может быть, вот зря я перекрыла листиком. Возьмем, добавим тюльпана себе сюда розовым, чтобы он никем не перекрывался никаким там листиком. Возьмем даже черный. Так его выделим от этого листика. Все. Видите, какой он контрастный сразу стал? Что тут нам не хватает? Что тут нам не хватает? Смотрим, смотрим, смотрим. Может быть, чуть-чуть вот такой желтизны кое-где. Здесь кое-где. Мне нравится, мне нравится, что у нас получились и листики. Давайте вот здесь вот где-нибудь пусть листик там за тюльпаном вот так чуть-чуть вниз свисает. Главное, чтобы он был не очень тоже навязчивым, делаем вот таким намеком. И тоже он уходит в темный лист и вот там за тюльпаном, чтобы он заканчивался. Значит, мы берем и черным так его отделяем от тюльпана. Теперь уже похоже на что-то. У нас и листики есть, и тюльпаны выделились. Нам нужно сделать, из чего же они у нас растут. Мы хотели там коробочку сделать. Вот давайте ее сделаем. Чтобы она походила, подходила по цвету, берем фиолетовый, так как с фиолетовой хорошо у нас розовым нашим будет смотреться. Беру плоско вот так, видите, и плоско-плоско-плоско таким намеком. Мы не можем эту коробочку или вазу делать ярче, чем наши тюльпаны. Мы ее делаем просто таким полу намеком. Я специально вот так делаю небрежно, чтобы черный меня просвечивал, потому что мне в принципе черный здесь вполне устраивает как фон. Вот там под тюльпанами сделаем. Вот тут нельзя ее делать слишком светлой, потому что там тюльпан прямо торчит хорошо из этой коробочки. Вот так ее и оставьте, иначе тюльпан будет слишком светлым для нее. Так что можно взять, вот если хотите, можно там какой-то бант изобразить на ней или ленту какую-то. Давайте ленту сделаем, там посмотрим. Это полоска такая. Может быть, бант все-таки. Бант, конечно, не мультяшный, не идеально круглый. Можно взять чуть-чуть белого. Так, начало у него пусть светлая будет. Конец так себе. Хотя в углу он тоненький, а вот сюда он толстым таким сходится. Бант более натуральным смотрится. Туда пошел второй, да, наш завязочка, второй бант. Вот отсюда тут узелочек, узелочек и вот так вот висящие хвостики. Сначала белым-белым, а потом вот так вот просто размазаем этот белый, куда-то они ушли. И здесь вторая ленточка. Есть. Теперь берем что-нибудь такое темно-фиолетовое. Проходимся вот тут по узлу, чтобы выделить. Полунамеком я даже не беру черный пока. Рисую все оттенками фиолетового, чтобы это все было довольно четко, но не навязчиво. Навязчиво нам не нужно это располагать, иначе перебьют наши тюльпаны. Вот тут чуть-чуть подчеркнем эту ленточку, что она тут нашла. Подчеркнем еще раз. Просто где кончается наша вот эта вот коробочка-баночка, может быть такой краешек беленьким сделаем, чтобы видно. Черным можно взять только вот здесь вокруг тюльпана. Поработать его тут сверху. То есть я делаю затемнение этим черным, и даже использую чистый палец специально. Так, вот здесь можно взять черным. Чуть-чуть, не обводя весь бант. Просто выделить стратегически нужные точки. Сдули. Вот в принципе уже и понятно, что бант там есть. Не нужно о нем внимания акцентировать. Вот там будет слишком разбеленно. Затемняем, где нам не нужно от этой белесости. Все, обратно возвращаем в фон и темный цвет. Вполне достаточно. Можно даже вот тут немножко скрасить, чтобы не было так. То есть растушевать. Я взяла и растушевала. Можно вот тут вот черным так раз подчеркнуть глубину. Туда, куда лежу. Ну, то есть теперь видно, что тюльпан вставлен вот так зелененьким туда немножко. Покажу, что там что-то в них стоит. Что туда черенки уходят. Ну, видите, я так растушевываю, чтобы были только призраки этих листьев и черенков. Вот вам вполне себе и... Вот тут, мне кажется, пустовато чуть-чуть было. Вполне завершенный натюрморт. У нас получилась красивая коробка или ваза полная тюльпанов. Вот можно здесь чуть-чуть вот этот вот тюльпанчик так скрасить, чтобы не такой у него четкий был вот этот вот край. Все, мы завершили. Пальцы у нас живописные, но у нас получилась красивая картина. Вы можете повторить ее той же пастелью, а можете взять совершенно другие материалы. Я надеюсь, вам понравился мой урок. Подписывайтесь на мой канал и следите за новыми выпусками уроков рисования. Желаю вам удачи и вдохновения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok